В регионе по-прежнему необходимо развивать туризм. Это положительно скажется на большом количестве отдыхающих, приезжающих в регион и увеличит объем инвестиций, необходимых для развития. Об этом сообщил Марат Ахмеджанов. Доля Акмолинской области по оказанию туристических услуг составляет 9% туризма Казахстана. Также в области для гостей функционирует более 600 предприятий сферы туризма. В прошлом году регион посетили 1,3 миллиона отдыхающих. Из них 18 тысяч иностранные граждане. По словам спикера, в общей структуре внутренних туристских посещений лидирует главный курорт региона Бурабай. Общий туристический поток курортной зоны ежегодно составляет более 1 миллиона человек. Объем налоговых поступлений вырос на 21% и составил 3,5 миллиарда тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 27,8 миллиарда тенге, рост на 58%. Из них частные инвестиции составили 17 миллиардов, бюджетные инвестиции 10,8 миллиардов тенге. В рамках мер государственной поддержки на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства в сфере туризма в 2023 году были рассмотрены и поддержаны 12 заявок на сумму 110 миллионов тенге. Одним из перспективных направлений по развитию туризма в области является Окольский район, который характеризуется наличием уникального природного потенциала и удобным логистическим сообщением. В последние годы в данном регионе реализуются перспективные инвестиционные проекты, которые в будущем станут дополнительной точкой притяжения туристов. Мы находимся при столичной зоне столицы и однодневные выходные выходного дня, она должна быть очень развита, потому что я это очень прекрасно понимаю жителям города Астаны, столицы, нам нужно начиная с Околя, кругом, чтобы могли на любой свой вкус, любое ценевое предложение. Это же дополнительно, если будет больше туристов, это же и рабочие места самое главное, это социальные налоги. При развитии туризма необходимо уделять большое внимание безопасности отдыхающих. Марат Ахмеджанов озвучил ситуацию, которая произошла в начале мая на территории курортной зоны в Бурабай, отметив, что необходимо прекратить борьбу с последствиями и проработать профилактические меры. Также нужно уделять особое внимание летнему отдыху детей. В этом году всеми видами оздоровления и отдыха будут охвачены более 130 тысяч учащихся. Помимо загородного отдыха и летних пришкольных площадок будет организована работа 1300 творческих кружков и студий, 2900 трудовых отрядов, бригад по озеленению, 560 форум интеллектуальной занятости и 549 спортивных секций. На первом этапе летних каникул около 18 тысяч детей будет охвачено мероприятиями по отдыху и досугу. Это 17 086 детей из социально уязвимых слоев населения, 367 состоящих на учете ювенальной полиции, 470 состоящих на внутришкольном учете и 986 несовершеннолетних детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. В эти дни ведется мониторинг летних лагерей. Члены специальной комиссии выяснили, что некоторые лагеря еще не готовы принимать детей. В двух из них не установлены камеры видеонаблюдения. Это вопрос времени, заверили ответственные лица. Марат Ахмеджанов поручил Акиму каждого района взять на контроль работу туристских и оздоровительных лагерей на своей территории. Каждый район, у каждого своя изюминка есть. Просто правильно преподнести эту конфетку в хорошую обертку, надо завернуть и показать, создать, завлечь его. Один раз придет, хорошо встретите, второй раз уже с друзьями придут туда. Это вот ваше трудоустройство и пополнение бюджета. Давайте вот в этом направлении работать. Также участниками были подняты земельные и дорожные вопросы в туристических зонах. В рамках развития ремонтации Челокарской зоны, там было отведено национальным маркам больше шесть земельных участков под установки операторов СОКО. Соответственно, там, как частный СОКО, готовый установить оператор этого озера Ольня. На нем находятся три объекта, тревоги действующие. Соответственно, как-то в рамках безопасности как-то это решили. Также наш большинство, то, что вы сейчас обручили, нужно помощь таких методов, в каком плане? Нужно обсыпать дороги. У дороги посыпало, невозможно ездить. То есть опасно ездить даже на автобусах. Хотелось бы, чтобы мы не просили там не асфальт, ничего, а просто обсыпать и провести дегрирование. Управлению образования поручено взять на особый контроль работу частных лагерей. Завершить капитальные ремонтные работы на объектах отдыха детей, Акимам районов и городов, обеспечить проведение мероприятий по организации досуга детей. Усилить контроль над безопасностью и охраной детей вперед летних каникул. Глава региона отметил ненадлежащую работу ответственных государственных органов по благоустройству и санитарной очистке территорий и поручил обеспечить выполнение всех целевых показателей туризма, активизации работ по привлечению инвестиций, реализации инфраструктуры и улучшению сервиса объектов туризма. Редактор субтитров А.Семкин